Привет, друзья! А вас когда-нибудь банили в паблике ВКонтакте? У меня вот на прошлой неделе состоялся дебют. Слишком активно права непьющих мужчин защищал. Ну или я просто токсичная мразь. Второе более вероятно. Когда речь заходит о дискриминации мужчин, закреплённой законодательно, а теперь, внимание, ушки на макушке, услышьте меня. Когда я говорю о дискриминации мужчин, я не утверждаю, что женщины не сталкиваются с проблемами. И наоборот, из ролика о сексизме в сторону женщин не выплывает итог, что мужчины живут как сыр в масле. У каждого свои проблемы, и пытаться их измерять на этом канале мы точно не будем. Измеряют диаметры корнишонов и вареников в другом месте. Так вот, если вернуться к мужским проблемам, обязательная служба в армии, об этом когда-нибудь надо будет снять отдельный ролик, и пенсионный возраст первое, что приходит в голову. Первое, но не единственное. Когда пытаешься понять логику защитников более позднего выхода мужчин на пенсию, чаще всего, но опять же не всегда, натыкаешься на какие-то стереотипы, а-ля женщина слабая, мужчина сильный. И в общем и целом, да, средняя температура по больнице такая, среднестатистический мужчина в вакууме физически сильнее такой же среднестатистической женщины. Только вот не стоит забывать, из утверждения, я могу поднять штангу с большим весом, не следует, я буду жить дольше. Второй аргумент, роды наносят большой ущерб здоровью женщин, и это надо учитывать. И вот это уже гораздо более серьезное рассуждение. Если вы в 21 веке все еще верите, что рожать нужно для женского здоровья, и роды это полезно и безопасно, ну, природа, все дела, во-первых, отпишитесь от паблика «Типичная берегиня», а во-вторых, хотя бы иногда читайте и научную литературу. Третий пункт, именно женщины в течение жизни по факту работают на двух работах. Ух, злые эфемки, и тут провал мужчин отбирают. Да, безусловно, существуют семьи, где муж это добытчик, а жена хранительница очага. И в такой ситуации вполне логично идет разделение. Я обеспечиваю тебя и детей, ты заботишься о доме. Если всех участников это устраивает, великолепно. Но в реалиях современной жизни у нас все чаще встречаются Саша и Маша, работающие в одном офисе и на одной должности. Предстоличный офисный планктон. Пришли в девять, ушли в шесть, но вот только почему-то в семь начинает готовить именно Маша. В выходные убирается тоже она. Но это женские дела. Зато Саша раз в год забивает гвоздь и чинит кран. Не совсем честное распределение. А мне норм. Боюсь ранее чувства некоторых товарищей, но уборка и готовка не непременные свойства женского пола. Вместе с вагиной книга с рецептами не идет в комплекте. Но в нашем обществе об этом почему-то не особо вспоминают и все еще рассуждают категориями. Мужик в шахте, баба у плиты. Пора проснуться. Все чаще оба просто бесконечные таблицы заполняют. Но мы с вами живем в 21 веке. Детей становится все меньше и меньше. Это, кстати, одна из главных причин, почему женщины стали жить дольше. Бесконечные беременности и роды не высасывают все силы из организма. Профессии все чаще унисекс. С разделением домашних обязанностей? Нет, готовка и уборка исключительно на бабе это не разделение. Соглашается все больше адекватных мужчин. А если тебя все еще коробят от каких-то женских дел, то да, твоя жена и должна выходить раньше на пенсию. А вот пенсионный возраст все еще отличается. И да, стоит добавить, что часть мужчин до него просто не доживает. И это не маленькая часть, на секундочку. Логично, что группы, борющиеся за мужские права, внимание, не женоненавистники и товарищи, застрявшие в 19 веке с лещами и хитринями, а вот и отсылочки подъехали, выступают за снижение пенсионного возраста для мужчин. Мы же с вами за равноправие боремся. И достаточно часто в ответ слышат все те аргументы, с которых я начал. Обратите внимание, я не считаю, что пенсионный возраст женщинам нужно поднять. Это путь в никуда. Из серии мужчин заставляют служить в армии. Что вы на это скажете, феминистки? Ну-ка, давайте требуйте обязательную срочную службу для девушек. Пусть всем будет плохо. А, ты за равноправие? Ну тогда я тебе кулаком в морду заеду. Ну, мы же равны. Логика покинула чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат. А если на секунду допустить, что ничье лицо, вне зависимости от пола, не стоит знакомить с кулаками, мир, наверное, тут же рухнет. Но вернемся к армии. А может быть мы просто будем бороться против обязательной службы? А кто же страну будет защищать? Кругом же враги. Правильно. Только вот кого у нас чаще всего главным врагом называют? Кто весь мир под себя подмял? Зрители Первого канала, подсказывайте. Берег слоновой кости. Ребята, давайте поможем Даше найти главного врага Российской Федерации. Жулик не воруй. Прям в тему. Правильно, Америка. А какая там служба? Контрактная. Оказывается, чтобы стать главным врагом, совсем не обязательно после школы всех в армию сгонять. Надо просто, чтобы экономика развивалась. Но мы отошли от темы. В общем, я слышал много объяснений, почему мужчина должен выходить на пенсию позже. Но когда в уважаемом мной паблике оказалось вот это... Одним из серьезнейших факторов, убивающих мужчин в России, является алкоголь. Мужчины пьют гораздо больше женщин, в том числе на пенсии. Мужчины на пенсии и просто безработные пьют намного чаще, чем работающие. Если снизить для мужчин пенсионный возраст, это может не только не помочь им, но и навредить, так как они будут больше пить и быстрее от этого умирать. Я чуть не поперхнулся. Если что, все это сопровождалось научными данными и статистикой. И более того, с тремя первыми пунктами я и не спорю. Но вывод меня, честно говоря, максимально удивил, как и некоторые высказывания в комментариях. Справедливости ради стоит отметить, что в посте содержалось и альтернативное мнение. Но сама администрация отвечала вот таким вот образом. Но статья статьей, группа группой, а с мнением «выйдут на пенсию, сопьются» я сталкиваюсь далеко не первый раз. Получается, что я выйду на пенсию позже, потому что кто-то там от лишней денежки теплое отношение с бутылкой наладит. Круто! Равноправие, забота о мужском здоровье. Давайте оставим запрещенные профессии для женщин. Они почему запрещенные? Потому что вредные. А девушки кто? Будущие мамы. А предоставить женщине право самой выбирать? Не, а то вдруг все пойдут труду добывать. Не сомневайтесь, кто-то обязательно себе здоровье подорвет. Поэтому лучше оберегающий запрет. Я отлично понимаю, что алкоголизм это проблема, болезнь. Но почему решением этой проблемы является наплевательское отношение к непьющим людям? И к их старости, и в российских реалиях вряд ли очень богатой. Да, неработающие чаще пьют. Это логично. Давайте отменим выходные. Алкоголиков точно меньше станет. Вот даже не поспорите. Когда чаще всего люди выпивают для расслабления? В пятницу вечером и на выходных. А если 7 дней в неделю работаешь как ломовая лошадь, реально не до выпивки будет. Людей, употребляющих алкоголь периодически, подчеркну это слово, несомненно станет меньше. А потом и просто людей. Если мы продолжим рассуждать в подобном ключе больше денег, больше алкоголиков, нужно быть последовательным и требовать отменять и другие социальные бонусы. Для кого-то является секретом, что порой на детские выплаты живет целая семья многодетных алкоголиков? Вы реально об этом никогда не слышали? Но разве это повод не помогает другим многодетным семьям? Родители-алкоголики очень часто не работают именно из-за этих пособий. На водку и закуску хватает, а дети бегают полуголые. Это примеры не с потолка. Я с подобными семьями работал. Только вот, к примеру, материнские капиталы пенсия, это совершенно разные суммы. И выпьем по чуть-чуть, и будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю. Хорошо. Все будет хорошо. Эх, чувствую я, девки, загуляю до субботы точно. Ведь мы с тобой пенсионеры. Жрем водку и едим эклеры. Михаил Юрьевич Лермонтов. Большая проблема подобных рассуждений, ничем не подкрепленная вера многих молодых людей в то, что едва тебе стукнул пенсионный возраст, ты можешь ничего не делать, плевать в потолок и отдыхать. Заняться будет нечем, вот и сопьешься. В нашей стране это так не работает. У нас люди боятся выходить на пенсию, потому что понимают, что они на нее просто не проживут. Это крохи. Пенсионеры в нашей стране работают, чтобы выжить. Пенсия для многих всего лишь небольшой бонус к зарплате, который, возможно, хоть на старости лет позволит хоть немножко повысить уровень жизни. Конечно, давайте уберем и его. И в комментариях мне на это ответили. Мы не предлагаем у мужчин ничего отбирать. О каком бонусе вы, Павел, говорите? Я говорю о тех годах, когда мужчина мог и должен получать законную поддержку от государства. Вот о каком бонусе. Когда пару веков назад мужчины выступали против женского образования, у девушек изначально не было возможности его получить. Так что никто ни у кого ничего не отбирал. Чтобы что-то отобрать, это сначала нужно получить. Только вот по факту этот бонус образованности общество у женщин прихватизировало. Он должен быть у любого человека по определению. Но там тоже были заботливые товарищи. Женщина получит образование, найдет работу. А кто будет с детками сидеть? Деткам будет плохо. И вот на этом моменте мне заявили, что я поясничаю и ерничаю. Поэтому да, если вы не выступаете за снижение пенсионного возраста для мужчин, а то они же сопьются. Вы отбираете у нас, у меня, этот самый бонус, который у мужчины должен быть. Саша и Маша работают в соседних кабинетах. У обоих нет и, допустим, не будет детей. Так что ни вопрос родов, ни тяжелых условий здесь не стоит поднимать. Оба живут без партнера, поэтому вся вторая домашняя смена ложится именно на них. Но Маша выйдет на пенсию раньше, потому что... Не Маша, логика. Но выступать за снижение пенсионного возраста для Саши мы не будем, потому что Петя и Леша сопьются. А если не пускать подростков за компьютер, то у них не будет зависимости от последнего. Игровая зависимость это не шутки. Обратитесь к МКБ. Если компьютер доступен всем, кто-то им обязательно не так воспользуется. Некоторые люди оправдывают обязательную службу после школы и заботы о парнях. Кого забирают в армию? Правильно. Те, кто не смог поступить в университет. А что, каждый из этих мужчин сможет сразу же найти себе работу и цель в жизни? Естественно, нет. Некоторые будут висеть на шее у родителей, болтаться по улицам и пить. А тут год парень в пределе. Практически любую дискриминацию можно оправдать чьим-то благом. Вот об алкоголике Пете мы переживаем. А то, что 63-летний Саша все еще вынужден будет работать на пределе своих сил, чтобы просто себя прокормить, ну это, конечно, печально, но... Алкоголики. Когда-нибудь общество достигнет того уровня просвещения, что алкоголизм не будет проблемой, вот тогда мы, естественно, будем бороться. В общем, не на нашем веку. Поэтому работай, Пашенька, и не жди никакой помощи от государства. У нас же вот буквально пару лет назад повысили пенсионный возраст. Наверное, сразу же алкоголиков меньше стало. Все ж теперь при деле. Жалко ли мне алкоголиков? Да, больные люди. Но эти рассуждения и равноправия несовместимы. Вот лично в моих интересах возвращаться домой и ничего не делать. Пусть жена готовит. Для моего здоровья, для моего тела это полезней. Для моей жены нет. А вот для меня да. Но если можно забить на права непьющих мужчин, аргументируя это алкоголизмом, тогда можно и на женские права плюнуть. Также, один страдает, другим удобно. Только вот это уже не борьба за равноправие. Вот после этого меня и забанили. Ну и потому что я токсичная мразь. А если вам понравилось это видео, то обязательно поддержите меня лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарий. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и не становитесь алкоголиками. Мы и так до пенсии с трудом доживаем.